Дорогие, здравствуйте! Это программа «Аргумент», YouTube-канал «Униан», Тала Калатай и Марк Фейген вместе с нами и с вами. Подписывайтесь на канал «Униан», ставьте лайк, шарьте это видео, конечно же, оставляйте комментарии, мы всегда их читаем. Марк Захарович, здравствуйте! Рад приветствовать, рад приветствовать всех зрителей. Мы тоже рады с вами увидеться. Знаете, с чего бы хотелось начать? Вот смотрела ваш крайний стрим, моно-стрим, и вы там так вот жестко, конкретно и как по мне правильно прошлись по тем представителям Российской Федерации, которые говорят о нас-то за что? Те, которые призывают топить украинских детей, вот я буквально цитирую, как бабулечки. А когда прилетает, в смысле? А нас за что? Почему это? И на этом фоне вспоминается буквально свежий эфир, такой есть ресурс «Живой дождь», как реинкарнация «Эхо Москвы», я правильно понимаю? Живой гвоздь там у них какой-то. У него все время на гвозди там. Живой гвоздь, да. И там две ведущие. А знаешь, да, да, видел, да. Лазерсон какие-то, Лазерсон. У нее фамилия Лазерсон. А там у нее три фамилии. У нее там три, а она не одна. Это ее одна семья. Ну, неважно. Я видел, как они рассуждают относительно, вот мы не нравились, да и мобики, чмобики, еще что-то. Да-да-да. И что это значит донатить на ВСУ? Зачем вот наше это вот? И почему вы «Рашка» называете вот так вот, значит, когда вы уже выучите русский язык, не знаете, и так далее? Их не научил опыт дождя. Они же из Вильнюса. Их ферят на самом деле. Нет, я их даже в Москве вещаю, как это ни странно. Вот эти сидят в Москве. А-а-а. Да. Эти сидят в Москве, а в Вильнюсе там другие. Вот. Там они, точнее, в Германии. Один из их журналистов создал аналог Эхо. Ну, и там это другая. А эти сидят вместе с Венедиктовым. Они сидят в Москве. И поэтому это тоже объясняется, почему они так себя ведут. Значит, давайте всю проблему прям рассмотрим. Да, она действительно представляется очень важной. Вы знаете, там предлог был эфир с актером Назаровым и с его супругой у меня на канале. Вот. У меня на канале. И он там как раз на вопрос. Я вообще про другое. Я спрашивал в спектаклях, фильмах. Принимать участие в Украине. Он действительно высказал позицию против войны. Вот. Против всего этого ужаса. Да. И за это поплатился. У него много. Он и стихи пишет. Ну, творческий человек. Ну, вы знаете творческих людей, да? Ну, они же такие немножко какие-то... Нет. Да я из-за Дмитрия творчества слежу и смотрела ваш стрим с ним. Он очень такой, как бы сказать, немножко витает где-то. Я вот был на ряде его спектаклей в МХТ. И могу твердо сказать, что представление его такого брутального типа, оно немножко так, в общем, вызвано скорее образом таким, нежели... Он человек немножко витает. То есть, он действительно за все хорошее против всего плохого, как всякий такой вот представитель культурной профессии. Понимаете? И на вопрос, в общем-то, о другом он мне начал отвечать, что ну, сейчас-то как? Сейчас это невозможно. Сейчас вот как война? А вот мне, говорит, пишут в Инстаграм. Ну, мне тоже пишут в Инстаграм. Но он повело его. А можете его на дроны пожертвовать? Я просто у этой темы не было продолжения, я не видел смысла вот обсуждать, потому что я понял, как только сейчас мы начнем обсуждать, может ли россиян жертвовать на ССУ, на дроны, там, не знаю, на все, что угодно, на патроны. Все. Это уже... Мы уже больше ничего обсуждать не сможем. Мы не сможем обсуждать ни спектакль, ни что он будет делать. Не то, что его Хабенский, такой вот сверххороший русский, вдруг, оказывается, выгнал под предлогом «Мы тебя, дружок, должны в унитаз спустить, иначе вот из театра 20 солдат изобреют, актеров». Актеров в солдат. Ну, конечно же, так и надо поступать. И я понял, что это уйдет вообще не туда. И люди, к сожалению, вот оно и пошло, все начали обсуждать. Не суть этого ужаса, который творится, что МХТ это, ну, как в министерстве, главный театр, а там вот такой, понимаете, выбор. Ты давай это. Или мы, солдаты, забреем, значит, актеров в театр. Вот мне хотелось это обсуждать. Мне хотелось, чтобы узнать, что из себя культурная эта масса, которая очень... Он описал, когда сказал, что нам буквально несколько человек, 9 человек, что ли, сказать, там, молодец. А все остальные, как бы, а мы вас не знаем, вы кто такой. Вот это надо было. Но ушло в эту тему. И это сыграло все равно свою роль, потому что вот украинское общественное мнение на очень условиях войны воспринимает это любой, даже намек, легкий ветерок, да, как все. Значит, человек не хочет жертвы НСУ, значит, он мерзавец, подонок и так далее. Проблема там немного другая. Понимаете? Проблема другая. Там есть комбинации из проблем. Одна это та, что есть те русские, которые против войны, против Путина и так далее. Но они морально через себя переступить не могут. Они не могут присоединиться к борьбе украинского народа. То есть, вот в полном ее смысле. Им очень тяжело переступить этот барьер, потому что они не знают, что с ними будет. Они не знают, как себя вести. Они не знают, как жить в новых условиях. Особенно человек, которому под 70 лет, так на секундочку. Как быть, что жить, как. Там дети остались, понимаете. Статья за пожертвование НСУ, уголовная статья. То есть, за это сажают. Они где прицепляют 207 статье, точка 3, где еще. И для этого это огромная отдельная тема, о которой надо говорить. А вообще, где эта зона моральной ответственности? Значит, эту проблему проходили в период Второй мировой войны. Марлин Дитрих, которая пела для американских солдат. Ремар, который уехал в Америку. Томас Манн, который писал листовки. Там, не знаю, множество представителей вот этой самой... Ну, какие-нибудь фейхтвангеры, это и понятно. То есть, сейчас эту проблему преодолевает... Год этой войны преодолевает русская общественность. Да, среди них есть циничные подонки. Но и есть, в общем, люди, которые просто заблудились окончательно. И им не оставляют ни там уже, ни здесь. В общем, тяжело куда-то прицепиться. Понимаете? Многие видят в этом некую злонамеренность. И для этого есть основания. Понимаете? Ну, война, она вообще все ставит вот так резко. Ладно, там вот такие, как я. Потому что такие, как я, всю свою жизнь борются с этим режимом. Мне не надо искать для себя опоры моральные. То есть, мои средства, получаемые 24-м каналом, где я выступаю, идут прямо вот туда. Вот куда надо идут. Понимаете? За монетизацию с YouTube. Мне и вам не надо рассказывать, вы знаете, как это делается. А вот у других людей им тяжело. Вот как? Что? Я буду жертвовать? Что мне делать? Как быть? Я все-таки считаю, что нужно эту категорию как-то мягче к ней отнестись. Дать им время. Дать им время. Дать понять, где настоящее зло. Настоящее зло там. Вот восточнее. Вот туда, где ближе к Кремлю. А дать им время. Дать им возможность. Есть люди абсолютно циничные. И вот тут мы говорим то, о чем вы спросили. Живой гвоздь. Этот нарратив, он очень искусственный. Он такой, наши мальчики. Наши мальчики. Это другой нарратив. Это другой нарратив. Его я бы не путал. Все сложили вместе. А это смутило. Это не туда повело. Как-то не так все сложилось с точки зрения оценки. Потому, что культурные люди, они, повторяю, немного витают. Я многих таких встречал. Они как бы не отдупляют. Куда им? Понимаете? А вот люди, которые связаны с журналистикой, общественно значимой деятельностью. Какой-нибудь Явлинский. Он написал статью «Прекратите» в «Новой газете». Казалось бы, он вроде как бы против войны. Он против решения о начале войны. Но что предлагает Явлинский? И это уже не первый раз. Это не то, что вот эта публикация, и она все на все вопросы ответила. Он говорит, давайте просто прекратим и все. Ну, как прекратить? Да, это важнее, чем то, что столько жертв принесено. Годы войны. И, так сказать, захваченные территории. Геноцид. Расстрелы. Вот каждый день. Нет, вот давайте прекратим. Это важнее. То есть, дать возможность вот этому уже состоявшемуся злу, который сейчас вдруг мимолетно почувствовал, что оно может плохо закончить, это зло. Это же не просто так. Этот нарратив, он искусственный. Явлинский замечен в отношениях с Путиным. И это давние отношения. Четвертьвековые отношения. Он в свое время своими голосами обеспечил то, что Путина в 99-м году в августе утвердили премьер-министром российским. И Путин такого не забывает. Благодаря Явлинскому. Его голоса спасли Путина, когда его назначали премьер. Ну, утверждение проходило. Указы. Там не все так просто. Там многие годы отношений. Особых отношений. Но суть не в этом. Он говорит, давайте просто прекратим. И вот иногда за вот этим глянцем, вот, ну, люди не погибают и так далее, скрывается вся та же специальный нарратив, который направлен в отношении, вы знаете, и украинцев, меньше русских, ну, тоже. Но еще больше на Запад нацелен. И вот та же история с коверканью слов, а нам все равно их жалко. Кого жалко? Вот те, которые сейчас расстреливали украинца, которые кричали «Слава Украине!» Вам кого жалко? Ну, просто надо же конкретно. Нельзя вообще. Да? Вот кого вам лично жалко, да? Вот давайте все-таки разберемся. Кто заслуживает вот этого вашего «жалко», да? А кто, собственно говоря, военный преступник? И вообще его не жалко. Вообще ни разу. Пусть даже его на запчасти разберут. Не жалко вообще. Вот мне не жалко. Ну, потому что таковы правила войны. И что это жалеть? И к этому навязывается много. А хорошо, вот еще вам один пример. Вот сейчас была эта операция РДК в Брянской области. Ох, как русская среда разложилась по разные стороны. Меньшая как раз говорит. Ну, что ж, вот война перекидывается на территорию России. Аминь. Ну, они сами начали. И вот результат. А если те, которые считают, это провокация. Так нельзя. Что вы творите? Вы понимаете, что у нас войны не должно быть в России? И так далее, и так далее. Там очень много накручено. Ну, просто за этой дискуссией Украина не до того. Она за своими разобраться бы. А она идет очень жестко. Очень жестко. И я бы сказал, верх одерживает скорее даже вот такой либеральный нарратив, в котором, не-не-не, вот так вообще нельзя. Это терроризм. Какие-то националисты. В Брянскую область. Что они там делали с оружием? Это что же они стреляют? В кого? В пограничников. А пограничники тут при чем? Ну, вот-то такое есть. Есть такое. Вы знаете, это вот комбинации страха и одновременно непонимания глубочайшего. Одно как бы чуть-чуть оправдывает, а второе совершенно не оправдывает. То есть, там есть представление о том, что все еще можно так как-то прекратить. Вот, Евгений, прекратите. И те, и другие все прекратите. И от этого беды много очень будет. Еще больше жертв, понимаете? Как с этой старухой, о которой вы говорите, которая говорит, о, бля, вот всех этих детей убивать и так далее. На что я говорю, что вы понимаете, нация настолько сильно повреждена в уме, что вы уже эту старуху не перепрограммируете. То есть, ей модная такая штука. Они говорят, Марк, ты ничего не понимаешь? Включим правильный телевизор, и через месяц они уже на другом языке заговорят. У нас народ такой, что, значит, перепрошьем. Ну, да, вы значительную часть перепрошьете. В этом у меня нет сомнений. Потому, что люди разговаривают телевизором. Они открывают рот, и этот телевизор разговаривает. Но есть и те, которые сильно уже за четверть века при Путине, они сильно повреждены. То есть, их уже не исправишь даже телевизором. Можно ли позволить этим людям продолжать иметь эти настроения? Вот у меня такой простой вопрос. Сказал бы, вот политическая демократия, гуманизма, все остальное. А можно ли позволить? Эти люди вообще до ядерной войны могут довести. Вот такому спроси, а можно ядерную бомбу кинуть на Киев? Убить там детей? Они скажут, да, давай, давай. И у меня вопрос. А можно ли вот таким, как говорится, так, не буду выражаться, значит, так немножко, знаете, поддушить маленько? Чтобы мало не показалось. Чтобы эти не определяли атмосферу в обществе. Где-то, знаете, и больно ударить. Ударить так, чтобы, знаете, звенело по полной. Как говорится, научить правильной жизни. Мне говорят, нет, так нельзя. Ты вот ведешь себя неправильно, потому что ты все время заваливаешься в какой-то такой радикализм, резкое отношение. Но погодите, мы уже до края дошли. Русский человек дошел до края. То есть уже дальше только ядерная война. Вот они убьют несколько миллионов, скажут, ну да, может где-то переводят. А так, в принципе, чего бы и нет. Вот чтобы это остановить, понимать, что даже если вот Путина не станет за какими-то там волшебными путями, с обществом надо разбираться. Это не так, что их всех в концлагеря и пристали. Не надо буквальности этой. Но образно, то есть утрируя даже, но все равно удар по обществу должен быть произведен очень сильный. Вот поэтому большинству, которые это все кто одобряло, потому что боялась, кто одобряло, потому что поддерживало сильно, кто не одобряло, потому что слишком либерально подошли, слишком мало убили. Их надо всех селектировать с ними, разбираться и кого-то электричеством, что называется, лечить, понимаете? Чтобы этого больше не повторилось. А кто-то скажет, ну нет, мы должны перевоспитывать, мы должны их еще, там знаете, давайте план маршал для них придумаем, давайте их поможем, туалеты им построим, нужники теплые и так далее. Это второе. Первое – это не это. Это не так, что вот они хорошо живут, и сразу вдруг у них нравы из огрубленных превратятся в мягкие такие, софт. Это не произойдет вот так. Где-то надо силой, даже насилием заставить привести к хорошему. Вот мне скажут, что это не современно, в 21 веке так негуманно и так нельзя. Я считаю, что слишком далеко все зашло. Все очень плохо. И поэтому даже в том числе и к интеллигенции, которая вот не до конца понимает, что происходит, к ней тоже нужно применить, ну не буквально, не физическую, но какую-то меру силы, которая должна внушить, что УДУС, который сопровождает все, что происходит, это вы там в теплых этих студиях чувствуете себя благополучно. У вас все хорошо. А есть люди, которые, знаете, в других местах, в окопах умирают, их расстреливают, их под бомбежками, дома целые подъезды сносят. Им, знаете ли, ой-ой-ой, как не до того. Поэтому, если вы этого не понимаете, то вас тоже надо к хорошему приучить. Кто-то скажет, а в чем эта дискреция? Вот как вот с ними поступить? А вот так, что украинское общество их уже не принимает. Какой-нибудь Венедикт, вот представьте, он попытается в Киев приехать, получить визу в Фасос. Понимаете, что им не сделают? Прямо в посольстве. И это уже хорошая реакция. Это правильная реакция. Потому, что она демонстрирует, что действительно есть некий стандарт отношений. В котором тот, кто не вписывается, должен как раз оказаться вне вообще пределов. Вне вот этого пределов этих отношений. То есть, он не может быть принят ни в каком виде. И его там есть сотрудники, его радиостанции, еще кто-то. ВИП нужно сегрегировать. Жестко сегрегировать, если они не понимают. На самом деле, эти сотрудницы, они же производные от него самого. Это же он все это говорил. У него на дожде было выступление. Помните, про ракеты рассказывал, которые... Это же надо говорить, что они же ракеты давно сделаны, и поэтому они неточные. И это как бы отказывает в умысле людям, которые их запускают. Ну, они же не хотели, может, в подъезд. Они, может, на военный объект. Это были эти речи. Не раз, и не два, и не пять. Поэтому, конечно, и безусловно, повреждение в уме и нации и в свою сторону, и по-своему это повреждение еще и вот этого культурного условия, который, конечно, за все хорошее, но, к сожалению, это хорошее очень превратно понимает. Понимаете? Вот в чем беда. Но, с другой стороны, еще раз повторяю, кому-то надо дать аванс. Это мое глубокое убеждение. Есть люди, которые, мягко говоря, действительно не занимались ничем этим. Они жили в своем творчестве. Вот он стоял, у Воланда играл там на сцене, мастер. А для него весь смысл. Это все для него. Политика там все. К ним предъявлять те же претензии сложно. А вот люди, которые погружены в общественно-политическую атмосферу, контекстно и вне контекста, вот с них спрос больше, понимаете? С таких людей спрос выше и больше. Ну, да. Дмитрий Назаров, в принципе, как бы и сразу заявил о войне и очень долго высказывал свою антивоенную позицию. Но вот так как вы сказали, что у него там дети, а за донаты на ЗСУ идет статья, то, понятное дело, что человек просто испугаться. И, ну, как бы мы не носили эту обувь. Почему этот кусок я удалил? Ну, у людей есть какие-то причины. Ну, а что? У него там родственских браков, дети и все. Ну, мы же взрослые люди, все понимаем. Ну, зачем же нам из этого превращать в саспенс такой все это? Ну, хайп, ловите. Непонятно, как этот человек лаукнется. Но это был хороший стрим, на самом деле. Очень информативный. Ну, опять-таки, с моей точки зрения, он тоже расставил точки над «и», что как бы не все погружаются в это. Да, здесь человек против войны. Он понимает, что это плохо, геноцид — это плохо, но у него есть там своя история. Ну, и он может ее спокойно продолжать. Тем более, что он заплатил своей карьерой, опять-таки, своей жизнью привычной за свою позицию, как и многие, да, те, кто выступил в Российской Федерации против войны. Вернемся к другому лагерю. Тоже, как говорит на украинском языке, на исходе «Дзишпальт» газета. Со страницы «Газет не уходит» новостных лент, Кадыров, которые говорят, что он там как бы очень сильно болеет, что распух он не зря, и что якобы это к нему присылали, вот этот реанимационный самолет, который вдруг прилетел из Германии, что это был нерасторгуем, а что, скорее всего, это был Кадыров. Как вы относитесь к такой версии, Марк Захарович? Смотрите, это сложно проверяемая вещь. Но это об этом Закаев, например, сообщил. Я его знаю, и Ахмед Закаев может в Чечне иметь источники информации. Ну, это кавказская своя специфика есть, понимаете? Проверить сложно. То, что он меняется внешне, Кадыров, это так выглядит. Он стал совсем какой-то странный, у него будка такая. Не знаю, впоследствии ли это болезни или еще чего-то. Мне судить сложно. Я по-другому вопрос этот рассмотрю. А возможно ли вообще какое-нибудь теоретическое отравление или устранение Кадырова? А вот в это я верю. Вот в это я охотно верю и допускаю такое. А почему нет? А почему нет? Это давние противоречия между спецслужбами и армией Кадыровым. Кадыровым начинал как враг России, понимаете? И отец его, и он сам. В первую войну. Я во время войны первый был в Чечне. Был депутатом Государственной Думы. И тогда у нас там были всякие гуманитарные миссии. Вот мне военнопленных отдавали. А российских военнослужащих. 81-го полка я родом был из Самары. И это был полк с черноречия. И в 95-м году я вот этих военнослужащих, соответственно, забирал. Мне отдавал их лично Масхадов. А вот те, кто интересуется, могут посмотреть у меня на канале видеозапись моего разговора с ним. И как мы бродим по разбитому Грозному. По-моему, очхой Марта я где-то мы еще снимали. Видите, какая история. Противоречия есть. Вопрос дотянуться до Кадырова, это вопрос техники. Вопрос зачем? И именно сейчас. Безусловно, Кадыров является личным ординарцем, что называется, Путина. Его личным доверенным лицом. Сын его ездил. Значит, якобы, то ли он в брак. Я так и не понял. В 18 лет, что он там делает. То ли он в брак вступает, то ли еще что-то. Но почему-то встречается именно с Путиным. Напрямую. Но это особые отношения. Особые преференции такого рода. Что даже 18 лет не подросток. Молодой человек может приехать к президенту РФ. Я думаю, что ситуация сгущается. И в отношении Пригожной. И в отношении Кадырова. Вот таких элементов, которые имеют личную индульгенцию Путина. Но не имеют своего твердого положения в аппарате власти. Вообще в властном классе. Потому, что Пригожный вообще чужой человек. Абсолютно полностью. В отношениях он для аппарата власти был, есть, и навсегда останется чужим. Девять лет сидевший. Уголовник. Абсолютный криминалитет. Да еще и занимается чем. Он ладно бы кейтерингом занимался, как он занимался продажей детям этих еды в школы. А, извините, войной занимается. Кувалдит и так далее. Зэков набирает. Ну, представляете. Такая горяченькая тема. Да еще и конфликтует очень сильно. Сейчас он прилетел в Питер. Значит, заявляет, что митинги проводить против действующих губернаторов. Действующих губернаторов доверенное лицо Путина и Ковальчука. Он Ковальчукову поставил этого. Абсолютно пустое место. Обычный коррупционер. Беглов. Но вы же понимаете, что это мало кому понравится. Он губернатор Санкт-Петербурга. А одновременно какой-то Пригожин снизу или сбоку пытается его спихнуть. Тоже интересная логика. У этих людей нет поддержки в аппарате власти. И они в чем-то очень сильно мешаются. Кто-то их боится. Кто-то пытается, знаете, как осольные спецслужбы строят планы. А вот Путина не будет, а эти останутся. И их будет сложнее тогда устранить. А сейчас отравим или еще что-нибудь. Апади разбери. Поэтому исключать того, что эти люди физически закончат свою жизнь не сами, а принудительно, что называется. Я вполне такое допускаю. Почему нет? В отношении Пригожин даже выше шанса, что он попадет в какой-то случайный артобстрел или что-нибудь в этом роде. Ракеты нечаянно уничтоженные. Апади разбери, кто запустил. Вот в это я верю. И у Кадырова не лучшая ситуация. Не лучшая ситуация. Плюс, вы знаете, у меня такое сложилось впечатление, что они что-то обещали Путину. И Кадыров, и Пригожин, и Суровикин, наверное. Ну, Суровикин как отчасти их производная, значит, когда командовал СВО. Сейчас уже он давно не командует. Несколько месяцев. Руководит Генштаб и Герасимов. И они что-то не сделали. Они что-то не выполнили из этих обещаний. Как мне это представляется? Ни Кадыров, ни Пригожин. И это возможно. Ну, а как? Они, наверное, обещали, а мы возьмем Донецкую область, например. Могли обещать. Да, за три дня. Ну, за три, ну, хорошо. Ну, за месяц. Ну, не взяли же. А им, может, за это что-то не дали. Ну, и Бахмут взяли. И Бахмут взяли. Вот. И поэтому, возможно, там положение не такое хорошее даже перед Путиным в этом смысле. Но, повторяю, гадать – дело неблагодарное. Я всякое... Я помню, как взорвали отца Кадырова на стадионе. Подложили прямо под лавочку. Ну, там он не один погиб. Там какое-то количество погибло. Под лавочку заминировали, значит, и он был убит. Ну, под полем чеченским был убит. Вот. Ну, понимаете как? С разных сторон может прилететь. Вот так я бы сказал. А война, она усугубляет все эти вещи. Одно дело – мирно там как-то что-то существует. А другое дело – война. Во время войны, знаете, жизнь человеческая вообще понижается в цене. И даже таких особо ценных членов общества сословного, которые существуют в внешней России. Так что исключать того, что он может случайно заболеть и случайно умереть, вот так, случайно, да, я бы не исключал. Но вот достоверной информации, проверяемой информации, к сожалению, пока нет. Ну, вот эта история с сыном 18-летнего напоминает историю с его отцом преемственностью, когда отца убили. Да, то есть и тут Путин тоже к нему прилетел. Ну, такое себе. Смотрите, может быть, но там ведь как происходило. Ему не было 35 лет для занятия должности главы субъекта федерации, самому сыну Кадырову. И несколько лет должность занимала Алло Алханов такой. Да, один соратник Кадырова, он сейчас куда-то его в Москве пристроили, ушел в никуда. Алханов, он из другого тейпа, там свои противоречия. А вот 18-летнего назначить главой региона, ну, интересный вопрос. По-моему, этого нельзя сделать чисто законодательно. Хотя, если очень хочется, наверное, всякое возможно. Но я думаю, что отталкиваться от этого, наверное, недостаточно. Потому что там есть люди, которых он сам публично Кадыров называл. Если с ним что случится, то он имел в виду Делимханова, которого могут назначить в качестве его приема. Но, опять же, при Делимханове останется его сын. Это ничего не меняет, и никакой борьбы особой за власть здесь не будет. Но я не думаю. Потому что это все-таки есть там дух корпоративности. Безусловно, это все люди одного круга, свои практически родственники. И, наверное, эти все вещи они так или иначе как-то там решат. Но, повторяю, что Кадыров может быть, может исчезнуть. Это возможный вариант. Потому что многие не верят в такое, в принципе. А я в это верю. Потому что, если ситуация скачкообразно пойдет к поражению России, то такие могут первыми пострадать. Именно потому, что в случае, если Путина не станет как единственного ментора по отношению к таким людям, то может это превратиться в хаос некий. Никто этого тоже, может быть, пока в аппарате власти не хочет. Лучше сразу устранить вот такое опасное лицо. Ну, а там преемники, кто-то придет на место. Пригожина в ЧВК Вагнер или кто-то придет на место в республику в Чечню. Это уже будет другая игра. С другим бэкграундом, с другими отношениями, с другими договоренностями. Такое я вот как-то допускаю, в принципе. Допускаю. Ну, ликвидация Кадырова, ликвидация Пригожина, она каким-то образом повлияет на ход военных действий в Украине? Ну, да, это интересный вопрос. Ну, она, конечно, повлияет. Знаете почему? Потому что он добавляет некоторой мотивированности, я бы сказал. Ну, как минимум ЧВК Вагнера. А его устранение вот сейчас, когда ему дали уже за этот год надуться до степени такого полевого командира, она, конечно, может повлиять таким образом, что... Ну, как бы сегодня его, завтра и нас. А за что мы тогда тут воюем, если у нас тут тыловые крысы могут нас устранять, потому что они там между собой Шойгу, Герасимову договорились и убедили Путина, что надо этого опасного товарища, свободного радикала, так бы говоришь, в пространстве ныряешь, неизвестно, чего от него ждать, давайте устраним. Это может на это повлиять. С точки зрения вот чисто военной кампании, что вот он такой стратег, как генерал, какой-то выпускник общевойсковой команды. Ну, нет, конечно, он из себя ничего не представляет. Он как бы медийка, вот такая паблика, он умеет, надо ему отдать должное, он умеет все вот так как-то повернуть, он сейчас изображает из себя такого Робин Гуда народного, понимаете? Он постоянно отпускает фразочки, почему здесь дети олигарх в Невокопе, вот этого Столлирова ко мне на обучение, а потом можно вдуть-не вдуть, помните, вот он про зятя Шойгу такое отпускал. Что же не случайно, почему именно про зятя Шойгу? Почему? Мало, что ли, объекта? Вот, поэтому на самом деле, да, он как-то немножко добавляет куража в это вообще. Понимаете? Куража в саму эту кампанию по части ее смысла. Ну, так вот сложилось, ему дали такую власти силу, понимаете? Дали ему такую власть, его накрутили, а теперь уже сдуть сложно, даже путем физического устранения. Так что может повлиять, конечно. А без его существования ЧВК Вагнер продолжит существовать, как думаете? Вы знаете, ЧВК Вагнер как структуру легко передадут другому, и она в том или ином, и она может существовать. Тем более они не случайно сами создают какие-то аналоговые группы, потому что это в полном смысле не ЧВК. ЧВК не воюют, понимаете? Классические ЧВК, они как таковой войной, там, с танками и самолетами, но это нонсенс, это функция государства. Несмотря на то, что эта теория, она же появилась у Нобелевского милтона Фридмана, фридманиста, и это такая чикагская школа экономическая, он перед смертью писал несколько очень недельных работ, и он сказал, что война – это тоже частный бизнес, что нужно передавать, расширять сферу частного, в свое время, знаете, обсудить частные теории, частные... То есть, чуть ли не на аутсорсинг отдавать вообще все функции государства. Вообще государство может самой ничем не заниматься, потому что частное начало эффективнее. И вот частная армия под это дело, эта история как бы прозвенела, появились в Америке частные компании, причем они отличались от тех, которые были в Родезии и на юге Африки в период постколониальных войн. В 60-х годах развернулась невероятная, так сказать, масштаба войны в Африке, да, и там как бы начался старт на этих компаний частных, которые, ну, в общем, выполняли известный функционал, потому что были месторождения на развалившихся империях, остались бесхозными, знаете, там, алмазы, нефть, газ, там, черт-те-че, металлы какие-то, там, ураны, и надо все это было охранять, надо было все отбиваться от всяких племетов, от всяких партизан каких-то там, где-то маоистских, где-то российской, черно-российских группы и так далее. И вот эти функции выполняли частные армии эти, даже не компания, а армия. А в полноценной частной компании, вот в том виде, как мы их понимаем, это Blackwater, почившая в Бозе, ряд других, они возникли как идея внесения вот этого частного начала в эту сферу. И очень ограниченный круг функционал их был. Но ЧВК-Вагнер этому не соответствует. Это обычное войсковое соединение, которое выполняет не какие-то побочные функции, дополнительные функции там, дорогостоящие, а заменяет собой армию. Ну, простите меня, такое нельзя доверять не государству, а зэкам, например. Вы что, смеете, что ли? Что за армия? Это же банда уголовников. А кто они? Понимаете, у них ни этики, ни прав, ни закона. Вы оружие даете убийцам, каким-то насильникам, извращенцам. То есть, ни одна армия мира так не делает. Никогда такого не виданная вещь-то, вообще говоря. Страшнейшее преступление военное, кстати сказать. Напрашивается вопрос. Россия должна, как правильно, на русском главенствовать в совместии ООН, головоплаты на украинском, в апреле. Да, ну, руководство... Может такое быть? Да. Ну, может такое быть. Там время от времени, например, комиссию по правам человека ООН меняют, знаете, там типа Ливия, Иран был, там, в свои годы. Это нормально. ООН, это вообще общество филателистов. Я даже не стал бы откомментировать. Но, возвращаясь к частным армиям, я вам хочу сказать, что да, вот такую армию, вот такое соединение заменить можно, потому что основу ее составляют все-таки руководство. Это сотрудники ГРУ, а служба безопасности ФСБ. Поэтому, ну, не будет пригожно. Да, не будет этой харизмы. Не будет вот этого, знаете, безудерного, бесшабашного такого угара какого-то такого, знаете, в стиле... Он же мнит себя таким Бобом Динаром. Боб Динар – это такой король всех наемников, считается. Это знаменитый... Он помер уже, ему было 73-75 лет. Боб Динар участвовал во всех африканских войнах, там, проводил перевороты на территории Африки. И, так сказать, была знаменитая совершенно фигура, невероятная, значит, он сам, да, офицер был, воевал, очень заслуженный, в Алжирскую кампанию, много раз ранен. Последний переворот, по-моему, на Мадагаскаре он провел, когда ему уже было 65 лет, высадился с группой десантников, и они, значит, начали перевороты. Вот. Но, на самом деле, он не тянет, потому что, как бы, он не коронный военный этот Пригожин. Он только своим пиаром не может заменить военно-функционал. И ровно это доказывает, собственно, ситуацию под Бахмутом. Он говорит, мы одни воеваем. Вот он последнее записал. А вот если нас не будет, он же какое послание-то передавал? Да-да. То вообще ничего не будет, до России дойдут, он сказал. И даже дальше России. Там границу перейдут и пойдут на Москву. Я незаменимый. Дайте мне больше денег, дайте зэков, дайте все. Я вот все могу. Ничего ты не можешь, потому что ты не военный. Если армию доверят такому, как Пригожин, война закончится через неделю. Понимаете? Поэтому даже тот минимум профессионализма, который приносится в войну, он приносится хоть и советской, но школой военной. Которая, значит, готовит Академии Фрунзе, и там, пшевысковые, и там, и так далее. Они Пригожные. Вы знаете, как мои университеты, вот у Горького есть кто читал, значит, он там пирожки лепил, еще что-то. Но писательным стал. Вот военная профессия, она этого не предполагает. Ты не можешь стать от природы, от сахи, значит, вдруг неожиданно, значит, к генералам, командующим десятками, а то и сотнями тысяч войск, и побеждать в сражениях. То есть, для этого надо много учиться. И лучше всего учиться в Вестпойнте, а не в нашей Академии Фрунзе, как мы видим. Ну, и так получается. Мы это же видим по результатам. Поэтому с этой точки зрения, да, я считаю, он заменим. И Пригожина может не стать, и станет кто-то другой. Накачают, надуют, придумают. Это уже вопрос техники. Может быть, и не получится дубля, но все равно будет какой-то человек, который будет сопоставим по, значит, каким-то качествам, которые нужны в нужный момент власти. Сейчас они, кстати, и не так сильно довольны, что Пригожин такой оказался разбитной. Вот. Слишком публичный, слишком такой любящий внимание. Игрок такой. Они бы хотели бы немножко более податливого такого, ручного и так далее. А Пригожин оказался таким, знаете, с начинкой, я бы так сказал. Вот. Ну, а что касается России. Ну, что, Россия пропащая страна. В том смысле, что ООНу она соответствует вот в определенном сознании, в определенном смысле. Страна, которая полностью игнорирует международное право, будет председательствовать в органе, который это международное право и безопасность защищает. Ну, в принципе, больше у нас и представить невозможно. Это лишний раз доказывает, что это совершенно отжившая конструкция, будущего у нее нет. Можно как-то противостоять этому главенству? Имеет ли это смысл? Я имею в виду, вот, Россия. Ну, какого руководства? А там меняемое руководство. Это они сейчас посидят, потом светятся. Но забавно будет, что при ее руководстве Совбезом, ну, председательство у нее, это называется председательство. Придется, например, голосование в Генассамблее о создании Международного трибунала. Тоже какая-то ирония в этом есть. Наверное, можно попытаться. Но, честно говоря, я говорю, механизм ООН настолько неповоротливый. Этот устав ООН, учрежденный странами учредителей, в часах которых была Россия по итогам Второй мировой войны, он и не позволяет, в общем-то, странам-учредителям, постоянно членам Совета безопасности с правом решающего голоса, устранить их от этого их назначения. Поэтому они пользуются всем правом, от права вета до председательствующего с разной периодичностью. Это ничего не даст, понимаете? Да, это один голос, но это тот голос председательства, который символизирует этот орган, несомненно. Так что, ну, это уже бывало, они же не первый раз председательствуют даже за период, там, нескольких лет уже такое было. А по поводу Путина еще вот 8 марта. И в прошлом году он выступал. Как думаете, выступит ли он в этом году? И что он скажет бабам опять рожать побольше? Шубы уже были. Что будет в этот раз? Шубы краденые. У них все так, кстати. Да, да, да. Ну, как все краденое. Да и ношеное, скорее всего. Ношеное. Вы знаете, говорят, что узнала. Вот она, опять-таки, у нас в комментариях писали, что, да, владелица магазина из Херсона узнала свои шубы по этикеткам. Я думаю, так оно и есть. Я там не видел, что за шубы. Ну, не норка, наверное, там, поскромнее что-то. Я не знаю просто. Но что касается встречи. Он в прошлом году встречался. Там, помните, попеременно. То какие-то стюардессы были. Потом матери были. Вот. За весь это. Я думаю, что что-нибудь такое они придумают. Я думаю, что, скорее всего, пойти 8 марта им тяжело. В какой форме будет ли он встречаться или кого-то посетит там, не знаю. Ну, не исключено. Уверен, что будет какая-то, типа, женская часть участников СВО. Медики там еще какие-нибудь приведут таких СВО. Может, нарядит их так, а-то все это. Вот. С цветочками. Те, которые матерями были. Ну, типа, да, да. Их перелицуют, там как-то обшукатурят. И они будут выступать в качестве участниц. Это технический вопрос. Но, наверное, он обойти его не может. Потому что, ну, как бы 8 марта такое советское наследство. Ничего с этим не поделаешь. У них сейчас все свернуто в сторону войны. Ну, то есть, я вот не знаю ни одного мероприятия. Он даже на Новый год стоял. За ним стояли якобы участники СВО. Ну, какая-то часть, может, и была. Основная – это ФСОшники, да. Даже Новый год, а этот праздник считается такой мирный, семейный такой. Ну, считался, да. И фоном его не могут быть военнослужащие, стоящие там в пятнистом камуфляже с орденами и так далее. Но я думаю, что, скорее всего, да, будет встречаться, будет тот же нарратив продолжен. Что за великую родину смотрите с высокими целями. Ваши мужья. И сами вы часть этой огромной большой России, которая защищает себя столетиями и что-нибудь такое. Ну, а стандартный набор, он же ведь вообще не креативный тип. Понимаешь, он не сам пишет. Ему пишут там отряды спичрайтеров. Но так-то вообще на него посмотрели. Он за все время не одной эвристической идеи никогда публично не высказывал. Ну, в том смысле, чтобы это хоть как-то там поражало воображение и так далее. Не важно, чего он касался. По истории рассуждал там Украина, созданная Лениным. Или же касалось это нашей философа. Иван Ильина цитировал, да. Или, не знаю, там встречался с женщинами, с его же дебильным набором шуток. Он сам импровизирует. Он шутит иногда сам. Ну, видно, кстати, когда это значит, что ему в голову придет там его уже старческую ион. Шутит, как я часто говорил, как студент, точнее школьник с застывшим борщом на воротнике, знаете, второгодник такой. Вот. Он все, ему бьют, и он постоянно что-то шутит. Вот, визит не так выглядит Путин. Он, наверное, такой и был. Я поэтому думаю, что это не про него. Чаю, это не про него. Поэтому. Ну, 8 марта они попытаются расцветить. Да, военная форма, но с розочкой. Или там, скажите, какой-нибудь за кофе-нибудь милюшкой выезд. Слушайте, а вам не кажется, что Путин стал вот в последнее время все более и более публичным? Ну, или это его двойники? То есть было же какое-то время, особенно после того, как Херсон был освобожден в СУ, какого-то глобального затишья Путина. А сейчас он, в общем, так вот и там, и сям. Вот. И на Лужниках. Кстати, на Лужниках все говорят, что двойник был по кличке Банкетный. Вот. Как вы относитесь к этим всем версиям? И почему вдруг такая вот везде Путин стал вдруг появляться? Ну, что касается версии двойников, я все-таки, я очень скептически осторожный человек. Вот. Я ничего не исключаю, но все-таки это предельно рискованно. Что Банкетный, что Удмурт, как мне пишут, что еще кто-то там, какой-то набор этих товарищей. Очень рискованно. Да. Не попадание там голоса, внешности. Бог его знает. Всю правду не узнаем. Двойники точно есть. Сто процентов. Но они, может, для оперативных целей существуют. Ну, где-то прошел, помахал, может быть, проехал в другом автомобиле, из окна что-то высунулся, да, чтобы если что. А вот так, чтобы прямо они мощно выступали, двойники, не знаю. Я просто не берусь об этом судить, потому что... Ну, это очень круто. Я такого не знаю, за кем мало водилось. У Сталина тоже были двойники, но они же не выступали вместо него. Они как бы где-то, так сказать, в разных машинах поехали в разные из Кремля, чтобы если там убьют... Ну, и то, я думаю, Власик просто чудил. Он изображал рвение. Эти двойники были нужны. Сталин же никуда не выходил. С ближней дачи, с Кунцевой или там с Кремля. Он же никуда не ездил. Он же на фронте не был и так далее. Сталин вообще не про это, то есть, поэтому не было предмета. Вот. А что касается Путина и его публичной активности, но это период, некоторые это объясняют там затишим заболеванием. Не знаю, настолько ли эти заболевания делают его в состоянии недостаточном, чтобы его показывать на публике. Может быть, это как-то связано действительно с успехами и неуспехами на фронте, ожиданием худшего. И он замирает, так сказать, в какой-то анабиоз. Может быть, он так понимает пиар-сопровождение всего. Может быть. Он сам считает, что сейчас не надо на фоне каких-то таких неудачных событий. Лучше паузу взять. Вот. И это может быть. Ну, и может быть, он все-таки так умеется на восьмом десятке уже. Давайте так говорить. Он у него смены настроений, наверное, какие-то, знаете. Четверть векового власти ему уже все это обрыдло еще в первый год. Мне лично Касьянов, Михаил Касьянов, когда он премьером был, я у него был потом в РНДС, был его доверенным лицом, рассказывал, что даже в 2003 году, когда он был премьером, он же не любил работать. Касьянов был премьером при Путине. Ельцин в свое время рекомендовал. И он прослужил до 2003 года, до середины года. Он же работать не любил. Он засыпал через пять минут на докладе о финансовом управлении. Глава Центробанка собирается с главой Минфины, глава правительства. Они обсуждают чисто бюджетную политику. И тогда говорит, вообще, он все. О, не, вы без меня. Я пошел все. Мне надо. То есть, это не человек какой-то. Все постоянно его представляют. Это пиар его трудоголизма. Это вообще не так. Вообще ни разу не так. Он до обеда плавает. Он поэтому и опаздывает все время. Потому, что он все время как-то так, знаете, лежит до последнего. А не то, что он так... Где-то специально, может быть. Но большей частью он опаздывает просто потому, что делает все не вовремя. Понимаете? Как-то просто вот такого человека, как довел страну до всего такого, как ему удается удерживать эту власть, плавать в бассейне и так далее. Вот несмотря на все вот эти абсолютно чуждые политику такого масштаба качества... Ну, так-то ведь на него и внешне-то не взглянешь без слез. Так, по-хорошему-то. И даже в лучшие его годы он... И умом-то так, чтобы уж совсем прям блистать. Тоже не про него. Но у него есть вот это качество, вот это чувство, которое мы не раз обнаруживали в правителях, в России. Их власть такими делает, кстати, и вызывает в них это чувство. Большая власть вызывает в них чувство. Они искушенные очень в политическом иезуистстве, вот в таком, знаете, чутье. И у Путина оно есть, это чутье. Ему в этом не откажешь. У него чутье есть. Возможно, оно выработано, может, это неприродное. Но у него чутье на риски, на правильные решения в интересах себя, оно у него есть. То есть, он аппаратную жизнь понимает очень хорошо. То есть, он понимает, где надо отжать, поджать, кого надо прибрать, кого наоборот поднять. То есть, это у него вот... Баланс этого, он у него очень сильно отработан. То есть, он не ошибается в этих своих тактических, не стратегических, а тактических решений почти не ошибается. А в стратегических ошибаются, конечно. Ну, война одно из таких стратегических решений. если отмотать назад я бы все равно бы начал конечно бы он не начал если бы он знал что это продлится с таким рисками конечно бы он ничего не начал дальше бы тянул валынку таскал войска туда продолжал выжимать пошел бы на какую-то уступку не слишком значительную не начал бы войну войну он начинал будучи абсолютно убежденным что она действительно мы же не можем проиграть вообще мы не можем проиграть кто против нас мы ядерная держава он собирался закончить ну три дня неделю ну месяц максимум ну все будет хорошо убедили ли его сам ли он был убежден вот уровень стратегический а тактически вы знаете он как бы он очень варьирует понимаете он сначала в опалу одних а потом наоборот из опала и снова к власти во всяком случае в специальной военной операции значит не дает никому возвыситься выше себя или даже рядом с собой сразу опускает ну то есть он вот аппаратно он ведет это очень я бы сказал все два десятилетия два с половиной ведет очень так сказать с выгодой для себя очень грамотно понимая очень хорошо Россию надо отдать ему должное что вот Путин эту Россию самый вот этот глубинный народ он понимает как никто другой это тоже важно он понимает что народ он как раз понимает как им управлять не народ понимает как им управлять не ну так это одно вытекает из другого он понимает понимаете душу вот этого примитивного обывателя вот тебе плетка дай ее мне чтобы я тебя ударил тут покорно ее подари но это чувство такого простого среднего обывателя податливости власти он хорошо очень хорошо Марк Захарович не могу не обсудить с вами Бахмут опять-таки Россия как говорится уже не очень рада своим успехам которых все нет вот и Бахмут нет Киев нет изначально Херсон сдан вообще отсутствие каких-либо на самом деле перспектив вот и сейчас вот вопрос в погоде да а потом уже понятно вот и Абрамсы пишут на подходе уже да в Германии их уже разгружают что будет делать Кремль по-вашему и лично Путин после очередного броска например на Мелитополь как потеря так называемых новых территорий отразится на обстановке вот мы помним что говорили что Херсон очень сильно помнили да говорил и вот если вдруг Крым и возможно опять ничего не будет не знаю Мариуполь Крым опять шишки поедет собирать на завод смотрите почему мы все время ищем вот это сакральное место которое должно привести к перелому игрушки чтобы оно уже исчезло с нашей земли все правильно мы это ищем потому что так оно должно быть так оно везде работает у этого всего есть ну логическое рациональное объяснение да начало которое не позволяет нам ошибаться мы такое видели история человеческой не вчера началась мы видели столетиями как это происходило мы хотя бы за 20 век видели как это работает да и поэтому мы ищем все время такую вот бифуркционную точку какое-то место перелома окончательного перелома всего на свете и войны и власти Путина мы ищем ну наш рациональный ум этого требует не потому что мы такие вот знаете все время нам хочется что-то такое профанировать что-то там предвосхищать предвидение какое-то да не потому что мы там вангуем как принято говорить в сети в языке да а потому что мы пытаемся рационально рассуждать что конечно и безусловно система выстроена так что она вся построена на символах на вот этих сакральных символах которые означают что Путин синоним победы понимаете он так строил свою всю идеологию но эту идеологию очень условно можно назвать в ней нету классического содержания это что вообще куда отнести мне всегда смешно когда начинают говорить он левый правый там сказать он консерватор он вообще вне этих линей находится это русская система ценностей она совершенно отлично от прежней привычной этой системы координат и вот когда мы так рассуждаем мы пытаемся разложить на составляющие понять что раз в этой символической системе играет роль там не знаю название населенных пунктов чем крупнее тем значимее привязка к каким-то историческим значимым свершениям да он сам же говорит вот Азовское море стало внутренним морем Петр говорит этого не добился а я говорит добился а если потеряешь это внутреннее море оно станет для тебя вообще не то что внешне вообще не будет то что вот раз за разом мы ищем это и это понятное чувство это понятное желание и одновременно понятный анализ потому что у этого действительно в яйце должна быть иголка у Кащея перелом ее и должен вести ну логика нам подсказывает что конечно все что было приобретено должно быть потеряно он потеряет и Крым он потеряет Донбасс он потеряет все так или иначе повторяя так на поле любое после этого но он это потеряет потому что знаете как начал проигрывать уже не начнешь выигрывать это как в казино знаете вот мы говорим у Достоевских он же пальто жены отдал тот проиграл кстати его Достоевский игрок написан собственно говоря с этой историей он был страшный игрок Достоевский так и тут вот такое ощущение что Путин кидает на стол все последние фишки мобилизация такой фишкой была точно 21 сентября объявлена мобилизация такой фишкой была какие у него еще остались ядерная бомба да а больше никаких фишек нет все конец а что еще ты можешь сделать ну да ты можешь еще одну волну мобилизации спросить можешь еще мясо нагнать сырого да ну можешь я же не спорю а что ты можешь потерять а вот это вот хорошо да то есть грубо говоря они теряют Мелитополь наверное это переживут потому что после Херсона уже знаете после первого раза уже могут быть и вторые и третьи да значит потеряна что называется девственность политическая а вот Крым это вот очень важно это что-то такое знаете без которого вся конструкция сыплется вот наверное так будет правильно сказать почему потому что ну я уже один раз использовал этот образ могу еще раз его определить дело в том что Россия исторически как империя не росла за счет заморских колоний у нее не было заморских колоний русский человек империца да двигался в соседние пределы и занимал их втыкал флаг устраивал свои порядки были моменты когда это была очень цивилизаторская линия движение на восток например и так далее а где-то конечно их и не ждали они народы просто все угнетали они просто забирали в эту тюрьму и как бы народы которые могли бы развиваться какая-нибудь Финляндия да или другие пределы они бы или Польша и так далее вполне могли бы обходиться ну украина там особый разговор вообще отдельный вообще напрочь отдельный ну извините финны так они вообще значит угры финны да это совершенно не славяне так-то в общем хоть там есть и родственные элементы но это не славяне поляки были католики согласитесь тоже так сказать есть отдельность даже внутри славянского ареала а вот но но шли двигались расширяясь вот Крым это такая форма новой империи через расширение мы двигались это был остров а стал нашей территорией после того как мы мост построили мы его соединили этой артерией он теперь не остров не заморская территория он продолжение нашей вот этой самой территории мы теперь вот у себя вот это все нам а если ее перерезать и как бы эта потеря более тяжелая потому что на самом деле они же придали этому какой-то архаический такой если хотите исторический и сакральный смысл этой территории что вот он был островом а стал нашей сушей ну за счет моста и потеря именно этого в силу вот многих причин является большим ударом чем все остальное при том что знаете где-то даже местами они это тоже где-то подспудно звучит вот мы вышли к морю мы вот имеем теперь пространство которое окружено морем везде да и это нечто особенное какое-то потому что ну Россия бедная страна климатологически прямо скажем это великая степь в общем местами где-то значит бескрайние просторы этих полей и лесов но нету моря понимаете до моря иди-иди я вот был двухсантки километров от ледовитого северного океана когда был в тюрьме в харпе пожизненьком и знаете ну туда дальше нельзя было потому что там уже граница пограничники но в принципе дойти я вам скажу до северного ледовитого океана дело такое мягко говоря непростое понимаете хоть куда иди а тут так близко в Европе в восточном на юге соблазна много вот в обладании Крымом очень много соблазна хоть цветущий край хотя это на самом деле не совсем так мне кажется что вот это все вместе складывается в потерю потерь и поэтому наверное Крым будет такой точкой опять же выскажу только осторожное на это соображение да кстати вы видели информацию о фейковом отчете британской разведки который с вероятностью на сто процентов да кажется так слил план Путина мирный план да уже какое-то время основным является то что меняем все на Крым на Крым да да не но это вы знаете они долго это продавали это давняя история ведь еще в 14-м году когда Крым был захвачен и началась майская операция в Донбассе ведь там же тоже звучало давайте там на раннем этапе что типа Крым вам Донбасс нам но только вы никуда не вступайте и охвачены будете Минскими соглашениями да мы реинтегрируем Донбасс обратно но теми ограничениями что все равно должны остаться территории которые ну в общем где-то в нашем пространстве контроля а Крым все Крым это святое нет вот Донбасс да это еще можно как-то реинтегрировать типа там народной милиции тем более от него там уже осталось совсем ничего от Донбасса по крайней мере там глядут бои ну конечно ну то есть может быть все-таки да эта история дальше продаваться да отдайте Крым Крым наш все как бы может но видите как это такая запасная история она для развода все-таки потому что пока как они говорят геополитически реальные нужно учитывать как они все время говорят это означает вот эти 18% территории нами оккупированы вот нам ее и оставьте ну и еще что-нибудь давайте вот мирный переговор а что еще помимо 18% где милитаризация отказ от вступления в НАТО ну и весь тот набор вот это это продается но на самом деле по-моему ни то ни другое ни третье уже по-моему таким ипсо или какой-то никого не интересует да уже никого не интересует слишком далеко все так зашло что ну да и назад дороги нет кстати еще одно ипсо которое они распространяют это якобы конфликт Зеленского с заложным который опять да их любимая тема но сегодня опять это было опровергнуто потому что Владимир Зеленский посоветовавшись с заложным из генералами сказал что Махмуд будут дальше будут стоять вот опять-таки их ипсо провалилось и что они опять с этим будут делать как думаете ну смотрите это отчасти ответ на те противоречия которые они могут говорить что их нет но мы же видим они же сами это заявляют я что-то не сказал от заложного который наезжает на Зеленского или Зеленский на заложного и говорит что ты там вообще сиди а как разговаривает Пригожным с Шойгу и с этим с Герасимом ну самой личной нет но вы извините ну как бы они же сами так говорят это же не мы с вами говорим да и поэтому это отчасти ответ и у них там тоже какие-то противоречия есть вот у нас там они говорят это вы тут запускаете информационные какие-то телеги да а вот у вас там тоже не все в порядке да вот это во-первых а во-вторых ну как бы это обычная стандартная попытка внести разлад и понятно что его не вносишь между заложным и Зеленским но другие же на это смотрят может быть у кого-то зародит сомнение и это начнут обсасывать понимаете я когда начинаю рассказывать даже на более низких уровнях про Евсу конечно в моей области вот информации сетевых многим это кажется ну как бы ну а что зачем этим заниматься да кто в это поверит на самом деле это работает мы ничего не можем вот с этим сделать это работает достаточно какую-то информационную такую запустить ракету и ну она все равно работает она работает может быть не в ту цель попадает ну как обычно ракету пускает она куда упала но она все равно побочно кусками своими захватывает многие пространства информационные но что уж говорить на больших уровнях когда речь идет о противоречии внутри там военно-политического руководства и так далее на более мелких уровнях не гнушаются вообще не гнушаются ненормальное, отлично. Кто-то награды получит, кто-то деньги освоит, кто-то отчитается красиво. Но это делается, это постоянно происходит. Люди никак не могут понять, зачем, как, где-то, какой-то информационный вопрос. От того же фейкового отчета о британской разведке, о Крыме. Подумаешь, это все проверяется. А на какой-то момент, а в момент принятия решения это куда-то зашло, это стало предметом обсуждения. Понимаете? И параллельно появляется статья Фарида Закария. Понятно, что он никакого отношения к этому не имел, но в ведущем американском издании, он там знаменитый редактор-журналист, тоже который говорит, что ну вот как-то в общем надо выходить на мирные переговоры и допускать того, что Крым останется, остальное там может реинтегрировано быть. Это может влиять на ум и настроение. Понимаете? Создавать некий нарратив, который вдруг начинает а вот интересная тема, а давайте вот ее обсудим. И это касается всего. Понимаете? Где-то направлено на Запад, где-то на внутрь Украины, где-то на сетевое пространство оно очень разнообразное, а трансстеризиальное очень разнообразное. А давайте вот так, давайте эдак. Пусть люди отвлекутся от главного. Пусть они не обсуждают конец войны и реальную победу в ней. А давайте пусть они зародятся сомнения, которые приведут к разладу. Тяжелейшему внутреннему разладу, постоянному объяснению отношений. И потом, когда люди оглядывают, говорят, такая ерунда. Неужто из-за этого стоило на фоне войны? Не то, чтобы в мирное время нечем заняться, и людям от скуки, значит, они могут подискутировать какие-то темы. А вот на фоне ужаса всего, значит, они вдруг начинают обсуждать какие-то мелочи, значит, которые на самом деле, в принципе, никакого значения не имеют на фоне происходящего. И вот это, безусловно, является целью таких информационных операций. Безусловно. Там целый, слушайте, департамент создан при Шойгу, который занимается информационными операциями. Прямо официальное ведомство, министерство обороны. Конечно, этим занимается и украинская сторона. Ну, конечно. И вбрасывают, и фейки, и провокации, конечно. Потому, что это война. Но проблема-то в другом. Все равно, как бы это ни делать, Украина продолжает оставаться демократией, а этим продолжает оставаться диктатурой с претензией на тоталитарную. И ты с этим ничего не сделаешь. И там союзники – это Запад, где все-таки свободное общество. А с этой стороны мы видим, кто союзники Москвы. Вот во всем этом. И это именно такие страны. Иран, и Северная Корея, и Китай. Вот такие это страны. И это неотменяемо. И поэтому цена одной пропаганды, как говорят, она не равна пропаганде той, которую мы говорим как настоящей. Я всегда считал, что пропаганда всегда с государственным элементом. В ней всегда есть начало денег налогоплательщиков, не спрашивая их, тратить или тратить на эту информационную кампанию. Это государственное начало. Да, конечно, можно назвать теоретически пропагандой то, что делается в Украине. Но там это государственное начало совсем не такое. Оно не так работает. Понимаете? В нем нет этого изначального монополия государственной информации. В Украине ее нет. Несмотря на то, что во время войны, конечно, много проблем с информацией, с ее обменом. Но это естественно. Масса ограничений. Чтобы не навредить. Потому что, извините, здесь война же идет. Она же не на российской территории. Какая разница, кто там погибает для украинцев, если где-то в ней его придет? Ну, конечно. Но по-другому все. Поэтому, да, нужно всегда отдавать себе отчет, что когда такие ставки сделаны в связи с войной, это существование целой одной девятой части суши, если мы говорим о России. Да и Украина тоже, да и Запад тоже, да и противостояние с Китаем, то информационные кампании – это составная часть войны. Понимаете? Это неотъемлемая часть войны. И разбираться в этом можно. Просто нужно для этого несколько вещей. Первое – слушать авторитетных людей. То есть, прислушаться к мнению людей, у которых безупречная репутация. Раз. Второе – нужно хорошо разбираться. То есть, следить за новостями, следить за происходящим. Не поддаваться на какие-то вещи, которые влетают и вылетают, и непонятно, откуда исходят, и вдруг вызывают такое бурное обсуждение, даже к решениям каким-то ведут и так далее. Ну, и, конечно, обучаться. То есть, постоянно учиться чему-то такому, что делает тебя умнее, обозренно хитрее. Хитрее, намного хитрее. Потому что, знаете, простого провести можно. А вот хитрый такой, а это критическое, рациональное начало свойственно западному человеку. Он с недоверием относится ко всяким вещам, которые ему легко пытаются навязать, продать. Купи акции, купи там, значит, плацебо какой-нибудь. А он говорит, нет, что-то вы меня обманываете. Вот такой недоверчивый человек, он более там, где надо, понимаете? Информационную гигиену никто никогда не отменял, тем более при наличии соцсетей, интернета, который занял большое место в нашей жизни во время этих событий. Поэтому подписывайтесь на YouTube-канал «Униан». Подписывайтесь на канал «Фэйгинлайв». Ссылку вы найдете в описании. Здесь информационная гигиена вам гарантирована. По крайней мере, мы разбираемся в фактаже, в информации, которая вбрасывается или приходит в информационное поле. Спасибо вам большое, Марк Захарович, за это. Да, спасибо огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!